Система поддержки работодателей, обеспечивающих временное трудоустройство подростков, стала одной из тем на заседании областного правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. В частности, обсуждался вопрос выделения дополнительных субсидий на эти цели. Так, в 2022 году заработная оплата подросткам во внебюджетной сфере будет субсидирована предпринимателям в объеме 100% минимального размера оплаты труда. Кроме того, с этого года будут введены субсидии на горячее питание и оплату труда наставников. На поддержку работодателей будет направлено порядка 14,5 миллионов рублей. Для получения субсидий работодатель должен трудоустроить подростка на период не менее 10 рабочих дней, а размер оплаты его труда должен быть установлен не ниже мрот. Несовершеннолетним необходимо заключить трудовой договор, а затем предоставить в Центр занятости пакет документов для получения субсидии. В течение 10 рабочих дней документы будут проверены и работодателю возместят затраты. Предполагается, что в текущем году в организациях внебюджетной сферы смогут трудоустроиться почти полторы тысячи подростков от 14 до 18 лет. Первое – это компенсация 100% расходов работодателей, которые они выкладывали в качестве зарплаты нашим детям, молодежи, которая работает на предприятиях региона именно в небюджетной сфере. Второе – это выплаты наставникам, это достаточно серьезная сумма, достаточно серьезный процент. И второе – это компенсация горячего питания для молодежи, которая привлечена на работу на предприятиях, и предприятие обеспечивает молодежь возможностью пообедать или получить горячее питание.